Уважаемые дамы и господа, добрый день. Начинается пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова, посвященная проблематике европейской безопасности. Мы находимся в прямом эфире. Трансляцию с переводом на иностранные языки можно найти на всех информационных ресурсах нашего министерства. После вступительного слова Сергея Викторовича у вас будет возможность задать вопросы. А сейчас позвольте мне передать слово Сергею Викторовичу Лаврову. Спасибо, уважаемые представители средств массовой информации. Добрый день. Спасибо, что ответственно на наше приглашение. Мы считали важным поговорить именно сегодня о проблемах европейской безопасности, а стало быть и глобальной безопасности, потому что в Европе тенденции все больше и больше наблюдаются претензий со стороны натовцев на доминирование в общепланетарном масштабе. Уже Индо-Тихоокеанский регион объявлен зоной ответственности НАТО. Поэтому то, что происходит на нашем континенте, конечно же, интересует не только европейцев, не только жителей Северной Америки, но и представителей всех других регионов мира, прежде всего развивающихся, которые хотят понять, какие инициативы в отношении их регионов могут готовить страны НАТО, которые, как я уже сказал, заявили о своих глобальных амбициях. Почему мы сегодня решили провести эту пресс-конференцию? Сегодня в Лодзе открывается мероприятие, которое обычно называлось «Заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе». И сегодня хороший повод посмотреть, какую же роль сыграла эта организация с момента своего создания. А вы помните, что Хельсинский заключительный акт был подписан в 1975 году, расценивался как величайшее достижение дипломатии того времени, как предвестник новой эры в отношениях между Востоком и Западом. Но проблем с тех пор становилось все больше и больше. И на сегодняшний день проблем в том, что сейчас называется ОБСЕ, накопилось огромное количество. Они, эти проблемы, имеют глубокую историческую проекцию и уходят корнями в позднесоветский период. Конец 80-х, 90-й год, когда количество упущенных возможностей превысило все мыслимые ожидания самых пессимистично настроенных аналитиков. Вот давайте вспомним 1990 год. Это предвкушение окончания Холодной войны. Многие даже провозгласили уже в то время окончание Холодной войны. предвкушение всеобщего погружения в общечеловеческие ценности, получение всеми так называемого дивиденда мира. Причем вот в тот самый год, 1990-й, проходил саммит тогда еще совещаний по безопасности и сотрудничеству в Европе, в ходе которого все страны-участницы, включая страны НАТО и страны Варшавского договора, приняли в Париже хартию для новой Европы, которая зафиксировала, я цитирую, завершение эры конфронтации и раскола континента, провозгласила ликвидацию барьеров для построения подлинного общеевропейского дома без разделительных линий. 90-й год, не забывайте, 90-й год прошлого века, и, казалось бы, если пришли все к таким правильным декларациям, что же помешало их выполнять? Помешало, прежде всего, то, что Запад не собирался предпринимать никаких шагов, чтобы эти красивые слова, красивые обязательства превращались в реальные дела. Мне кажется, можно с уверенностью говорить, что Запад в то время подписывался под такого рода лозунгами, прежде всего, в расчете на то, что наша страна никогда уже не вернет свои позиции ни в Европе, ни тем более в мире. Исходило из того, что наступил, как вы помните, говорили тогда, конец истории, и теперь все будет по правилам либеральной демократии. Так что можно расслабиться, можно обещать что угодно. Эти красивые лозунги повисали в воздухе. Кстати, вот интересный факт из того периода. На завершающем этапе саммита совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Париже в 1990 году госсекретарь Джим Бейкер предупреждал тогдашнего президента Соединенных Штатов, что реальную угрозу НАТО может представлять именно СБСЕ совещание по безопасности и сотрудничеству Европы. Я понимаю Джима Бейкера. Это на самом деле так. Когда завершалась холодная война, многие здравомыслящие дальновидные политики и политологи говорили о том, что лучше бы сейчас отказаться не только от Варшавского договора, который к тому времени уже исчез, но и от НАТО, и вложить все усилия в то, чтобы ОБСЕ стало подлинным мостом между Востоком и Западом, единой платформой для того, чтобы Восток и Запад реализовывали свои совместные интересы на основе баланса этих интересов каждой из страны участницы. Но этого не произошло. И конечно же Запад на деле стремился сохранить свое доминирование. Он видел в перспективе воплощения в жизнь вот этих лозунгов о равноправии, отсутствии разделительных линий, барьеров, о подлинной Общеевропейском Думе угрозу своим позициям, которые были нацелены на доминирование и Вашингтона, и Брюсселя в то время во всех мировых делах, особенно и прежде всего в Европе. Поэтому вот этот основной инстинкт, который никогда не исчезал ни у американцев, ни у других натовцев, объясняет курс на безоглядное расширение НАТО, которое обесценило и основной смысл ОБСЕ как коллективного инструмента обеспечения равной неделимой безопасности, и обесценило все те красивые документы, которые принимались в ОБСЕ с 1990-х годов. Западу было принципиально важно доказать, кто в доме, в этом общеевропейском доме, который все обязались строить коллективно, кто в нем хозяин. И, по сути дела, именно тогда берет начало пресловутые концепции миропорядка, основанного на правилах. Запад эти правила уже тогда считал абсолютно неотъемлемой частью своей позиции на мировой арене. Именно это ощущение о том, что вот эти западные правила могут решать любые проблемы без консультации с кем бы то ни было еще, стали причиной и того, что Запад счел дозволенным почти 80 дней варварски бомбить Югославию. уничтожая всю ее гражданскую инфраструктуру, затем под надуманным предлогом вторгнуться в Ирак, там разбомбить все, что было необходимо для жизни гражданского населения, для жизни обеспечения государства, затем уничтожить ливийское государство, ну и многие другие авантюры, о которых вы хорошо знаете. Агрессию против Югославии мы вспоминаем прежде всего потому, что ее результаты аукаются до сих пор, она была грубейшим нарушением хельсинских принципов, и именно тогда, в марте 1999 года, натовцы, еще раз подчеркну, желая продемонстрировать свою вседозволенность, открыли ящик Пандоры, растоптав провозглашенные в ОБСЕ устои европейской безопасности. Россия не теряла надежды на то, что все-таки нам удастся вернуться к истокам хельсинских принципов, мы продолжали бороться за ОБСЕ, уже в то время предложили, чтобы на основе хельсинского заключительного акта сделать юридически обязывающий документ, а именно устав организации по безопасности сотрудничества в Европе Запад на это не согласился. Но тем не менее, итогом усилий тех, кто честно был заинтересован в общеевропейских подходах к решению всех проблем, удалось принять в 1999 году в Стамбуле важные документы, в частности Хартию европейской безопасности и удалось адаптировать договор об обычных вооруженных силах в Европе, адаптировать его под факт исчезновения Варшавского договора, потому что изначальный договор об обычных вооружениях вооруженных силах в Европе писался, когда существовал два военно-политических блока, НАТО и Варшавский договор. Потом Варшавский договор исчез, и естественно те количество вооружений, которые были согласованы в контексте противостояния Востока и Запада Европы, они потеряли смысл, потому что уже многие европейские страны стали втягиваться в НАТО. И вот удалось после целого ряда непростых переговоров адаптировать этот договор и подписать его в Стамбуле, что было провозглашено как, в общем-то, одобрение документа, который был признан краеугольным камнем европейской безопасности. Судьба этого документа, к сожалению, известна. Соединенные Штаты запретили своим союзникам ратифицировать адаптированные до все, желая сохранить старый договор об обычных вооруженных силах в Европе, который однозначно после исчезновения Варшавского договора обеспечивал доминирование НАТО уже на юридической основе. Они запретили ратифицировать адаптированный договор, а затем, как вы знаете, в последующий период вышли из договора по противоракетной обороне, из договора о ракетах средней и меньшей дальности, и в завершении разрушили договор по открытому небу. ОБСЕН все на это взирало, в общем-то, так сказать, не то, что безразлично, но не имея возможности произнести какие-то правильные коллективные слова, не делали этого ни председатели ОБСЕ в то время, ни генеральные секретари. И второй документ, который был принят в Стамбуле, харти европейской безопасности, он подчеркивал, что никто не вправе обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других. Но расширение НАТО на восток продолжалось, несмотря на все вот эти декларации, одобренные на высшем уровне, всеми членами ОБСЕ, и тогда уже в 2010 году опять-таки с нашими единомышленниками, которые тоже не теряли надежды на спасение ОБСЕ, нам удалось на саммите в Астане еще одну декларацию принять на высшем уровне, которая гласила, что безопасность должна быть равной и неделимой, что страны, да, имеют право выбирать союзы, но при этом они не имеют права делать ничего для укрепления своей безопасности за счет ослабления безопасности других. Еще одна очень важная констатация в той декларации содержалась о том, что ни одна страна и ни одна группа стран не имеют права претендовать на исключительную роль в сфере безопасности в Евроатлантике. Как вы можете понять, вы все следите за развитием событий в последние годы в Европе, НАТО нарушало все вот эти обязательства. Расширение НАТО создавало прямые угрозы Российской Федерации, потому что военная инфраструктура вплотную приближалась к нашим границам. Это было запрещено обязательствами Стамбульской декларации. НАТО однозначно заявило, что только она будет решать, кому предоставлять юридические гарантии безопасности, что тоже было прямым нарушением обязательств и Стамбула, и Астаны. Мы ведь когда поняли, что вот эти политические декларации НАТОвцы просто игнорируют и считают себя вправе вообще не обращать на них внимания, несмотря на то, что под этими декларациями стоят подписи их президентов. Мы же предложили еще в 2008 году давайте кодифицируем эти политические декларации, чтобы сделать их юридически обязывающими. А нам ответили, нет, юридически обязывающие гарантии в Европе могут предоставляться только в рамках НАТО. то есть бездумный курс на искусственное расширение этого блока в отсутствие каких-либо реальных угроз для нацистовских стран проводился абсолютно осознанно, абсолютно сознательно. Но мы, конечно же, помним, как создавалось НАТО, когда первый генеральный секретарь Альянса, господин Смей, вывел формулу держать русских вне Европы, американцев в Европе, а немцев под контролем. Сейчас то, что происходит, абсолютно означает возвращение НАТО к тем концептуальным приоритетам, которые были выработаны 73 года назад. Ничего не изменилось. Русских хотят держать вне Европы, американцы хотят, да уже поработили всю Европу, а под контролем держат не только немцев, а весь Европейский Союз. Так что никуда после прекращения холодной войны философия доминирования односторонних преимуществ не исчезла. На этом фоне не забудем, что за время своего существования НАТО едва ли смогла записать себе в актив хотя бы одну реальную историю успеха. Она несет вовне разруху и страдания. Я уже упоминал агрессию против Сербии, агрессию против Ливии с уничтожением ливийской государственности, Ирак. Вспомним мы последний пример Афганистан, которому в течение 20 лет Альянс пытался безуспешно привить демократию в своем понимании. И так же весьма красноречивым является тот факт, что не удается решить проблемы с безопасностью в сербском крае Косово, где натовцы тоже находятся уже более двух десятилетий. Ну и в скобках замечу, что если говорить о миротворческих способностях самих Соединенных Штатов, посмотрите, сколько десятилетий США пытаются навести порядок в такой казалось бы небольшой и подконтрольной им стране, как Гаити. Но это уже не Европа, хотя примеров подобного рода за пределами европейского континента огромное количество. Если в 1991 году в НАТО состояло 16 стран, сейчас их уже 30, на пороге вступления Швеция и Финляндия, Альянс размещает свои силы и военную инфраструктуру все ближе к нашим границам, постоянно наращивая и эти силы и средства, которые он выдвигает поближе к России, проводятся маневры, в которых практически в открытой России объявляется противником, ну и активно расширяет свою деятельность НАТО на постсоветском пространстве, как я уже сказал, заявил о претензиях на Индо-Тихоокеанский регион, теперь еще на Центральную Азию, все это, вот эти прицелы на глобальное доминирование, прямое, грубое нарушение декларации 2010 года, под которой, еще раз напомню, стоят подписи всех президентов и премьер-министров Североатлантического Альянса. Мы пытались до последнего удержать ситуацию в Евроатлантике от дальнейшей деградации. В декабре прошлого года президент Путин выдвинул новые предложения о гарантии безопасности, проект договора между Россией и Соединенными Штатами, проект соглашения между Россией и НАТО предлагалось в этих документах, в том числе, видя, с какой настойчивостью Запад тянул в НАТО Украину, что было очевидной красной линией для Российской Федерации и о чем долгие годы Западу было известно, в этой ситуации мы предложили отказаться от расширения НАТО в тех документах, о которых я упомянул, и договориться о конкретных юридически обязывающих гарантиях безопасности и для Украины, и для Российской Федерации, и для всех европейских стран, для всех стран участниц Организации по безопасности и сотрудничеству Европы. Никакого обсуждения не получилось, на наш призыв комплексно и творчески подойти к этой ситуации нам твердили только одно. Каждая страна и прежде всего Украина имеет право вступить в НАТО и ничего с этим поделать никто не сможет. А все остальные компоненты, формулы о неделимости безопасности, что нельзя это делать в ущерб безопасности других, нельзя, чтобы одна организация претендовала на доминирование в Европе, все эти компоненты компромиссные, единой формулы попросту игнорировались. Так что Вашингтон предпочел в декабре прошлого года не воспользоваться реальным шансом на деэскалацию. А такой шанс был, и такой шанс был, кстати, не только у Вашингтона, такой шанс был и ОБСЕ, которая вполне могла бы способствовать разрядке напряженности, если бы смогла добиться урегулирования кризиса на Украине на основе Минского комплекса мер, который был согласован в феврале 2015 года и в том же месяце одобрен единогласно резолюцией Совета Безопасности ООН. Но исполнительные структуры ОБСЕ по сути дела оказались в полном подчинении США и Брюсселя, и США и Брюссель взяли курс на всестороннюю поддержку киевского режима в его политике искоренения всего русского образования, средств массовой информации, использования языка в культуре, в искусстве и в целом в повседневной жизни. Поддерживали западники киевский режим и в его линии на законодательное насаждение теории и практики нацизма, соответствующие законы принимались без какой-либо реакции из просвещенных столиц западных демократий, и, конечно же, поддерживали киевский режим в его усилиях по превращению самой Украины в плацдарм для сдерживания России, превращение Украины в территорию прямых военных угроз Российской Федерации. Сейчас эти факты хорошо известны, но отмечу, что свою лепту в дискредитацию ОБСЕ на украинском направлении, конечно же, внесла и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине, которая в грубейшее нарушение своего мандата не реагировала на ежедневные нарушения Минских соглашений со стороны вооруженных сил Украины, особенно национальных батальонов. Миссия ОБСЕ по сути дела встала на сторону киевского режима, и уже после прекращения ее деятельности вскрылись нелицеприятные факты ее взаимодействия с западными специальными службами, вскрылись факты участия якобы нейтральных наблюдателей ОБСЕ в корректировке огня по позициям Луганской и Донецкой народных республик, их участие в сборе разведывательных данных в интересах вооруженных сил Украины и националистических батальонов. Этим батальонам и подразделениям ВСУ передавалась информация с камер наблюдения миссии ОБСЕ, которые были установлены у линии соприкосновения. Все эти проблемы, которые были очевидны и которые многие из вас, кстати сказать, вскрывали и придавали гласности, хотя не всем это разрешали в вашей редакции, замалчивались специальной мониторинговой миссией. Она сознательно закрывала глаза на все эти нарушения, в том числе закрывала глаза на подготовку силового решения проблемы Донбасса, как это планировал киевский режим, отказываясь публично устами и Порошенко, а затем и устами Зеленского, отказываясь выполнять минские договоренности. Запад молча потакал таким неприемлемым действием. И в середине февраля статистика имеется, ее не скроешь, количество непрекращавшихся все эти долгие годы обстрелов территории Донецкой и Луганской народных республик десятикратно возросло, в Россию хлынул огромный поток беженцев. Вы знаете, что происходило дальше, нам не оставалось иного выбора для спасения жителей Донбасса и для ликвидации угроз безопасности Российской Федерации с украинской территорией. Не осталось иного выбора, как признать независимость ДНР-ЛНР и в соответствии со статьей 51 уставо начать по их просьбе специальную военную операцию для защиты их от нацистов. Отмечу, что такая вот линия поведения ОБСЕ, неприглядная линия поведения ОБСЕ имеет свое объяснение. Пользуясь арифметическим превосходством в этой организации Запад уже долгие годы пытается осуществить ну если хотите приватизацию а наверное более правильно сказать пытается осуществить рейдерский захват ОБСЕ подчинить себе эту последнюю площадку для общерегионального диалога. Был еще Совет Европы но Совет Европы Запад уже покалечил по-моему без шансов на выздоровление теперь вот под прицелом ОБСЕ. Ее полномочия компетенции всячески размывают и растаскивают по узким неинклюзивным форматам. Вот стараниями Евросоюза создаются параллельные структуры параллельные совещания типа европейского политического сообщества. Недавно 6 октября в Праге состоялась инаугурационная встреча и готовя эту встречу объявляя об инициативе создания европейского политического сообщества президент Макрон с гордостью заявил мы пригласили всех кроме России и Белоруссии. Ему сразу же стали подпевать такие видные деятели европейской дипломатии как Жозеп Борель и Анна-Лена Бербук которые сказали да надо строить безопасность не с Российской Федерации как к этому призывала та же Меркель кто-то из других европейских лидеров а надо строить безопасность против России изобретаются и другие структуры чтобы в духе колониального мышления навязать остальным странам конфронтационные подходы растащить повестку дня ОБСЕ по узким форматам по различным платформам призывам партнерствам вот недавно ну несколько лет назад уже тоже в качестве удара в спину ОБСЕ Германия и Франция провозгласили инициативу создания альянса мультилатералистов куда будут приглашать только они сами кого захотят так же примерно как США приглашают только своих людей на то что они называют саммитом за демократию вот но когда мы у немцев и французов спросили а зачем создавать альянс мультилатералистов когда в Европе есть инклюзивная структура ОБСЕ в глобальном формате в глобальном масштабе есть организация объединенных наций куда уж более многосторонние мультилатеральные нам ответили нет там действительно все страны присутствуют но для эффективного мультилатерализма надо не в ОБСЕ и в ООН работать а надо создавать группу лидеров потому что и в ОБСЕ и в ООН есть ретрограды которые будут мешать продвижению эффективного мультилатерализма вперед а мы прогрессисты мы будем этим заниматься остальные пускай подстраиваются вот такая философия и конечно же это тоже подрыв всех тех высоких принципов на которых выстраивалась ОБСЕ в результате всего этого пространство безопасности в Европе окончательно фрагментируется а сама ОБСЕ становится ну так мягко говоря маргинальным образованием действующие председательства ОБСЕ за последние годы совсем не горели желанием как-то эту тенденцию негативную поломать наоборот шведы были председателями в прошлом году они уже тогда открыто стали действовать не как честные брокеры а как активные участники западной политики в ОБСЕ на подчинение ОБСЕ интересам США и Брюсселя по сути шведы именно шведы начали готовить похороны ОБСЕ вот ну а наши польские соседи весь нынешний год усердно выкапывают могилу для этой организации разрушая остатки культуры консенсуса действия Варшавы все мы об этом знаем грубо нарушают правила процедуры решения директивных органов ОБСЕ еще в 2002 году на министерском заседании в Порту был принят специальный документ о том как должен себя вести действующий председатель что он не обязан допускать несоответствие своих действий вернее обязан не допускать несоответствие своих действий позициям которые согласованы всеми государственными участниками то есть консенсусу и обязан обеспечивать учет в своих действиях в своих заявлениях весь спектр мнений государств участников мы в рамках организации договора коллективной безопасности на уровне министров иностранных дел шести стран 23 ноября одобрили специальные заявления в котором высказали принципиальные оценки этих непотребных действий польского председательства знаем что и другие целый ряд других стран ОБСЕ разделяют эти оценки и вообще могу вот приближаясь к завершению своего вступительного слова которое наверное затянулось но надеюсь вы меня поймете могу сказать ответственно что антипредседательство Польши в ОБСЕ займет в истории этой организации самое неприглядное место никто еще никогда не наносил такого ущерба ОБСЕ стоя у ее руля ну и в качестве резюме скажу что усилия стран запада долгие годы были направлены на то чтобы не допустить выстраивание системы равной и неделимой европейской безопасности несмотря на все заклинания которые принимались в рамках политических деклараций и мы мы сейчас пожидаем пожинаем плоды этой абсолютно недальновидной ошибочной политики дух и буква базовых документов ОБСЕ попраны ОБСЕ создавалось в свое время для общеевропейского диалога теперь я вам цитировал те цели которые выдвигают и запад и председатели ОБСЕ в нынешнем и в прошлом году все это ставит непростые вопросы о том какими будут наши будущие отношения с ОБСЕ но даже наверное важнее вопрос о том что будет самой ОБСЕ ясно лишь то что если и когда в какой-то момент времени наши западные соседи от соседства никуда не деться наши западные соседи и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности то восстановление не получится потому что восстановление означает вернуться к чему-то что было раньше но бизнеса как обычно не будет и когда и если запад поймет что все-таки соседствовать лучше на основе каких-то взаимосогласованных основах ну мы послушаем что запад предложит и ясно что это должны быть принципиально новые начала взаимодействия но появится ли возможность для такого взаимодействия в обозримом перспективе я не знаю решать западу который систематически все эти долгие десятилетия разрушал все то что было заложено в качестве принципов функционирования уникальной общеевропейской организации под названием ОБСЕ спасибо извините за то что немножко злоупотребил наверное правом вступительного слова готов к интерактивному разговору обозрим